Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Была измена мужчины, причем он довольно демонстративно выложил фотографии со своей возлюбленной соцсети. Потом начали снова общаться на ощущение обиды и опустощенности, осталось, что делать. Я думаю, что для начала, Люсия, нужно уточнить, что делать, чтобы что. Гармонизировать отношения. Вам, с мужчиной. Себе разобраться. Избавиться от чувства обиды и опустощенности. Что делать, чтобы что. Цель какая. Нужно цель поставить, чтобы как-то, ну, вот, к ней двигаться, ну, мне так, мне так видится, по крайней мере, да. Это, пожалуй, первое, на что я бы хотел обратить ваше внимание. Дальше. А, то, что, что мужчина вам изменил, для вас является правой. И, как, в общем-то, наверное, любую психотравму, вам нужно ее прожить. Вот, просить, ну, все чувства, которые у вас, ну, вот, в связи, в связи с этим, проявить все чувства. Потому что, ну, чувства есть, да, но вот они, так скажем, они болезненны, эти чувства. И, само собой, что, на вас, на вас это влияет. Это первое. Второй момент, вы говорите о том, что начали общаться, начали общение, получается. И, я думаю, было бы, ну, было бы правильно здесь уточнить, для чего вы начали общаться. С какой целью вы начали общаться, значит, какая лично ваша мотивация общаться с этим человеком, да. Который, по вашим словам, причинил вам боль. Может быть, может быть, вы хотите общаться. Ну, для того, чтобы, чтобы как-то, ну, купить компенсировать, да. То есть, может быть, вы хотите общаться для того, чтобы показать что-то мужчинам. То есть, от вашей мотивации, от вашей мотивации находиться в отношениях, очень многое зависит, на самом деле. А сейчас, пока, вот, к сожалению, да, я этой, вот, мотивации не вижу. Что касается обиды и опустошенности, которые у вас есть, то, на мой взгляд, эти чувства вполне естественны. Вот. А, вполне нормальные все эти чувства. Вот. Хоть и, ну, имеют под собой некоторые основания. Например. Обиды произвлекают из ожиданий, с одной стороны. И, с другой стороны, от того, что могло бы вас задевать. То есть, если, допустим, вы как-то плюс-минус в себе не уверены, да. А, если вы плюс-минус как-то себе сомневаетесь, а вот, то подобная история, она дает вот это ощущение, довольно-таки негативное ощущение, именно вот того, что, ну, того, что вас как-то задело, задело все это. Вот. А что касается, что касается опустошенности, то лично я думаю, что дело здесь в организации, и вашего вклада в, ну, в ситуацию, я думаю, так, то есть, в целом, вы, вкладывались в человека. Думаю, что делаете это, это из, там, любви, например. Думаю, что вы делаете это из каких-то порывов. Вот. Ну, а получается, что вы это делаете, делали, точнее, вы это делали, получается, ввиду неких своих, своих собственных. потребностей каких-то, вот, которые не удовлетворились ввиду, ввиду вот того, что человек, значит, вам изменит. И вы почувствовали, почувствовали, вот, что как-то не можете, да, реализовывать то, чего вам хочется. Но при этом вы вкладывались, условно говоря, в человека. Естественно, вот вам стану, ну, вы себя считаете плохо. Как, я надеюсь, вы понимаете, и в обиде, и в опустошенности содержатся ваши собственные переживания. Скорее всего, не имеющие, так скажем, отношения к, ну, к ситуации, которые вы оказали. Оказали. Вот. Понимаете, да? Есть область, есть, так скажем, часть, вот, есть часть. Часть из вашей ситуации и ваших, ну, ваших потребностей действительно связана с этой, ну, с этой ситуацией, естественно. А часть, нет, часть, конечно же, нет. И вам сложно, вам сложно, конечно, отделить одно от другого, ну, одно от другого, на мой взгляд. Сейчас, поскольку вы, поскольку, поскольку вы находитесь в этих ситуациях, вы находитесь внутри этой ситуации. Вот. И ничего удивительного нет в том, что вам больно. Но все же, я предлагаю вам разобрать и рассмотреть все вот эти вот аспекты, на которые, ну, которые, я надеюсь, у меня получилось, получилось раскрыть вам. В своем ответе. Вот. Потому, как, потому, как, очень, это важные все моменты. И без этого, в общем, в общем, на мой взгляд, ответить на вопрос, что вам делать дальше и просто, что делать, ну, невозможно. Вот. Как-то-бы, как-то-бы, как-то так, я думаю. Всего вам самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Обращайтесь. Ум! Удачи.